Если у нас надкосница не на всем лозку сохранена, то есть у нас есть участки, где надкосница расположена на принимающем ложе, то в эту зону, конечно же, нужно мембрану подкладывать всегда, потому что контактируя с операционным полем или с материалом, могут возникать такие осложнения, как там свечи будет все это раздувать, отекать и так далее, прочим нежелательным явлением. И еще один покажу пример, тоже использование твердой мозговой оболочки, именно протокол. Это операция резекции верхушек корней и зубов. Также закрывали дефект, а вестибулярно закрывали твердой мозговой оболочкой. Это смесь материалов. О смесях порошков, если вы позволите, я, наверное, посвящу этому следующую лекцию. Мы подробно остановимся на различных видах космопластик и смеси материалов, которые применяются в том или ином случае. Где нужно применять дополнительные компоненты, где этого на самом деле не нужно, от чего это зависит. Потому что об этом тоже много вопросов именно частных, а вот как системная область знаний. Пока это, к сожалению, нигде не прозвучало. Поэтому я постараюсь этот пробел также закрыть. Мы закрыли все материалом и твердой мозговой оболочкой. Здесь мы ее не перфорировали, нам не надо. Здесь пусть она выполняет барьерные функции. Вот такая вот картина. И еще один пример покажу. Это замещение кисты. Это после цистектомии, закрытия дефекта. Здесь использовалась смесь порошков. Это просто минерализованный губчатый порошок. Это деминерализованный порошок компактной кости. Вот киста, которую нам удалось удалить. Вот смесь порошков. Твердая мозговая оболочка также подготовленная. Вот тут почему мы использовали костный клей? Чтобы у нас был стабильный костный имплантат. И он держал объем и форму. Здесь мы используем дополнительно факторы PRF. И вот закрываем этот дефект, плотно ушивая его. Так выглядит твердая мозговая оболочка крысы. Я коротко пробегусь, просто по эксперименту. Чтобы потом показать результаты. Это модель, которую мы создали для изучения операции. И кому-то из животных была установлена, соответственно, их аллогенная крысиная твердая мозговая оболочка. Кому-то из животных была просто смоделирована рецессия и ушито. А кому-то мы использовали аутотрансплантат. У крыс не было групп контрольных с аутотрансплантатом. Они были у кроликов. Это кролик. Верхняя челюсть. Такие вот красивые зубы у него. Здесь мы брали аутотрансплантат. И использовали твердую мозговую оболочку. Этому посвящена вторая статья по твердой мозговой оболочке, которая вышла в этом году. Написана она Носовой Марии Александровны. Опубликована она в аспирантском вестнике по Волжье, а также на нашем сайте в разделе «Наука». Вы можете статью подробно посмотреть. И по твердой мозговой оболочке у нас вышла в этом году еще одна статья в Скопусе, в Скопусском журнале на английском языке по оптическим методам анализа и изучению свойств твердой мозговой оболочки. Мы работаем совместно с физиками, если так можно сказать. И вот они также исследуют ее очень активно, открывая все новые свойства и наблюдая механизмы регенерации. Вот она была установлена, ушита. У меня осталось несколько минут. Я вам как раз и покажу результаты. Спустя три дня. Но в принципе тут особо смотреть пока нечего, потому что кроме дотритной массы и вот этого огромного фронта нейтрофилов здесь пока ничего нет. В дальнейшем сюда должны по идее приходить макрофаги с моноцитами и убирать всю вот эту дотритную массу, которая вот здесь сформирована. Опять же, это тоже место как раз повреждения. Вот структура твердой мозговой оболочки. Как мы видим, коллагеново окрашена очень хорошо. Я даже увеличу. Она очень активно обсеменена нейтрофилами и подвергается биодеградации. Вот так. Мы видим, что нейтрофильная реакция также она локальна. Вот она имеет четкие границы. Это вот крупные клетки, это уже макрофаги. Вот у них эксцентричные ядра, как мы их можем узнать. А вот это мелкие, все это все нейтрофилы. Ну и вот прям мы видим, что она биодеградирует. Это сосуды, которые мы продольно срезали, а здесь поперечно. И вот идет активная биодеградация твердой мозговой оболочки в тех случаях, где она расположена в мягких тканях. Ну и в костной в том числе. Здесь мы особо ничего не видим. Тут мы видим вот это, это нитка. На самом деле мы ориентировались на нее. Это мононить. Это вот тоже участок дотритной массы. Биодеградация твердой мозговой оболочки. Тут в кармане, сейчас я промотаю, нам смотреть особо нечего. Это костные обломки, остатки. Ну вот, на седьмые сутки мы смотрели уже эту картинку. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Значит, твердая мозговая оболочка была здесь установлена поднаткоснична. Это очень важно. Мы изучали механизм, что происходит с ТМО, если она располагается под клеточным слоем надкосницы. И оказалось, что здесь формируется костная ткань. Ну, доказательств для этого объяснения, я думаю, достаточного. А объем мягких тканей очень сильно меняется. Ну и у пациентов тоже мы это наблюдаем. По двум причинам. Первое. От выраженной нейтрофильной реакции не надо этого бояться. Как с этим бороться? Просто перфорировать мембрану. Если вы используете ее для пластики мягких тканей или при какой-то масштабной пластике. Первое. То есть мы видим здесь новообразованные костные элементы. И второе. Из-за травмы происходит очень мощная волоскулиризация мягких тканей, что подтверждается большим количеством сосудов разного дираметра и степени зрелости. Мы видим вот как раз эндотелиальные клетки. Вот они отдельно. Прямо их смотрим. Это доминерализованные трансплантаты. Здесь мы тоже оцениваем норму. Но честно, трудно сказать. Возможно, это дефект механический, который был сформирован при операции. И он поэтому так быстро и закрылся. Потому что по соотношению объема, конечно, очень сомнительно, что вот эта вся новая кость выросла из твердой мозговой оболочки. Я думаю, что здесь все-таки еще сыграло роль повреждения. Мы моделировали же механические рецессии. И, конечно, там было повреждение кости-челюсти. Но здесь заотчетливо. Зато мы видим клеточный слой надкосницы волокнистый. Вот эти сплющенные клетки. Которые пролиферируют активно. Вот они сплющенные. И постепенно придвигаясь сюда. То есть тут нейтрофильная реакция уже менее выраженная. Вот макрофаг, скорее всего, какой-то одиночный. Ну да, это еще не остеокласт. Он еще маленький. Возможно, вот тут. И эти клетки постепенно округляются. И сплющенных превращаются в остеобласты. И затем в остеоциты. В принципе, по основной программе у меня все. Ну, наверное, да, я не буду что-то еще добавлять. Тут все, в общем, вся картина одна и та же. Тут мы не попали в срез. Но спустя, на самом деле, 14 суток и далее мы ничего не видим здесь. Здесь ткани абсолютно девственные. Ничего у них не было. Как будто и операции не было. Поэтому, на самом деле, смотрите, вот там 90-е сутки, 120-е совершенно бесполезно. Особенно у крыс. Вот тут равномерная костная ткань челюсти. Она воскулиризована равномерно. Ничего, никаких следов нет. Все ткани организованы. Так что, если позволите, коллеги, давайте я перейду сюда и отвечу на вопросы. И также всех приглашаю на семинар 18 марта в Санкт-Петербург к Носовой Марии Александровне по переимплантитам. Тоже эта проблема актуальна и достаточно часто. Независимо от того, оперируете ли вы свои переимплантиты или нет. В общем, на сайте тоже всю эту информацию можете найти. При лечении рецессии что за гель был на зубах? Значит, это гель этилендиамин тетруксусной кислоты, ДТА. Он бывает либо 15%, либо 16%, либо 20%. Он используется в подобных экспозициях для химического удаления мёртвого бесклеточного цемента. Как проводится перфорация ТМО? Локализация диаметра перфорации. Локализация на расстоянии 5 мм друг от друга равномерно по всей поверхности. Диаметр перфорации в толщину зонда парадонтального 0,1-0,2 мм. При сохранении лунки ТМО должна быть на глухоушит, слизистой, допустим, и оставлением. ТМО по протоколу должна быть на глухоушита всегда. Есть 70% пациентов, я думаю, что всё-таки это связано с гигиеной полости рта и сопутствующими проблемами. Она превращается просто в сопли за 2 дня, извините. Она биодеградирует. А есть 30% пациентов, которых мы тоже наблюдаем. У них у всех отмечен, конечно же, высокий уровень гигиены полости рта. У них она эпитализируется при открытии до 1 квадратного сантиметра. Поэтому при сохранении лунки, при консервации лунки, твёрдая мозговая оболочка всегда закрывается собственными тканями. Продолжение следует...